Библейский портал экзегет.ру представляет 33 глава автора закония, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. Все предшествующие главы, вот ровно до этого места, Моисей говорит от имени Бога с израильтянами. Он скоро умрет, вот с этим народом он возился, он его вывел из Египта, он его провел через пустыню, он постоянно его защищал перед Богом, постоянно ему объяснял что-то от имени Бога. Он был глашатым. И в 33 главе автора закония он говорит несколько слов от себя самого, эти слова благословения. Вот до этого мы читали благословения, которые есть награды за соблюдение закона. Ну, проклятие еще больше за несоблюдение. То есть там благословение такой инструмент убедить их. Что он сам думает об израильтянах? Как он относится к этому народу, который, кажется, ему уже смертельно надоел? А вот сейчас прочитаем. Вот благословение, которое Моисей, человек Божий, дал перед своей смертью сыновьям Израиля. Он сказал, и обратите внимание, что это благословение, оно безусловно, вот это его личное пожелание блага. Он любит их, оказывается. Господь Синая пришел, он воссиял над Сииром, явил себя на горах Парана, пришел из Мариеват Кадеша, со склонов с юга. Ну, здесь описаны места, по которым они проходили. Любит он свой народ. Все святые в руке твоей, все они у твоих ног, исполняют верения твои. Моисей наставление нам дал, даровал его общине Иакова, и встал царь во главе Ешуруна, когда собрались вожди народа, когда племена Израиля собрались. Ешурун – еще одно, но очень редкое имя для Израиля, можно перевести примерно как «любимчик», и вот здесь, соответственно, он это имя употребляет. Пусть Рувим, не умирая, живет, пусть немного людей будет в племени этом. Вот что сказал он об Иуде. Услышу Господь глаз Иуды, приведи к народу его. Он своими руками защищает себя, помоги ему справиться с врагами. Он дает благословение отдельным родам, племенам. Рувим будет жить, Иуда защищает себя. Вот про каждого он находит какие-то свои слова. Но родное колено или племя Моисея – это Ливия. А Ливия он сказал, «Твои Тумим и Урим у того, кто верен тебе». Тумим и Урим – это что-то такое, мы не знаем, как точно выглядело, для того, чтобы упрошать волю Бога. Видимо, да и нет, какое-то жребие, которое показывал да и нет. «Ты его испытал в Моисе, призвал на суд, вот Меревы. Он знать не знает отца и мать братьев, не признает, не узнает сыновей. Слова твои он хранит, соблюдая договор с тобой». А Моисея и Мерева – это места, где, соответственно, было вот такое волнение, да, где израильтяне отвергали власть Бога, и левиты должны были, ну, наказать Израиль, да, и сделали это. «Он Иакова учит законам твоим. Израилю возвещает наставление твое. Пред тобой воскуряет жертвенный дым, возлагает всесожжение на жертвенник твой». Вот роль левитов, колено Ливия, они совершают богослужение. «Благослови его мощь, Господь, дела его да будут угодны тебе. Чересла недругов его сокруши, пусть враги его не поднимутся впредь». О Вениамине следующее племя. О Вениамине он сказал, «Любимец Господа живет быстревок. Господь защищает его день за днем, и на плечах его покоится он». Об Иосифе он сказал, «Господь его землю благословил дарами высокого неба и бездны, лежащей внизу, дарами, что солнце приносят, дарами, что луны дают, с вершинами древних гор, дарами вечных холмов, дарами земли и всем, что на ней, благоволением пребывавшего в Терновнике». «Прибывавший в Терновнике» — это Господь, который говорил из куста с Моисеем. Вот Иосифу очень цветистое благословение, да, не так, как Рувиму, Иуде, Вениамину, такие маленькие. А здесь вот Иосиф очень долго и подробно, это одно из. Иосиф — это предок двух, не одного, даже двух племен Северного царства будущего, Ефрема и Моносии, вот они там играли главную роль. «Пусть оно, благословение главу Иосифа, осенит теме избранника средь братьев. Он — первенец быка, славен он, бык — символ могущества, силы, величия. У него рога дикого быка, он бодает ими народы, бодает все концы земли. Эти рога — сотни людей Ефрема, тысячи людей Моносии, два племени, которые от Иосифа произошли. А Завулонин сказал, радуйся, Завулон, во всех делах, радуйся, Иссахар, шатрах твоих, они созывают на гору племена, и там приносят положенные жертвы, их питают богатство морей, сокровища, что были сокрыты в песке». Ну, то есть какая-то приморская торговля идет. «О гаде он сказал, благословен тот, кто гаду обширную землю дал. Гад живет, словно лев, разрывает добычу голову, переднюю ногу. Он избрал себе лучшее надел, это надел правителя. Когда собрались вожди народа, правосудие Господне совершило, он решение Господа об Израиле исполнил». То тут какой-то короткий период, когда племя гада занимало ведущее положение, мы даже не знаем, когда, собственно, это произошло. «О Дане он сказал, Дан, молодой лев, что прыгает с гор Башана. О Ниффалиме сказал, о Ниффалим, отмеченный благоволением, исполненный благоволением Господня, владея и западом, и йогом. Об Осире он сказал, Осир благословен более прочих сынов. Да будет брать имен любим, пусть отопают его стопы в масле олив. Из железа и меди засовы твои ты всю жизнь будешь полон сил». Смотрите, каждому он находит свои слова. В общем-то, он говорит всем одно и то же. Ну, где-то он упоминает море для колена или племени, живущего около моря, где-то называет горы, на которых живет это племя. Но, в принципе, одно и то же. Все будет хорошо, ты могучий, ты победитель. И никакой назидательности вот нигде это нет. Если ты будешь исполнять все остальное, пятикни же об этом. Если будешь исполнять закон, то все будет хорошо. Если не будешь исполнять, то все будет плохо. А здесь он любуется. Он просто… Вот Моисей перед смертью любует со своим народом. Какие же они все-таки прекрасные. Как же все-таки этот народ велик, славен, могуч, как я рад, что я среди него. Бога Ешерона подобных нет. Он мчится по небу на помощь тебе, по облакам в величии своем. Древний Бог прибежище, руки вечного, опора. Он прогнал твоего врага прочь и велел, уничтожь его. Израиль живет быстревок, Иаков живет один. В стране хлеба и вина, где небо источает росу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе? О народ, чьи победы от Господа. Он спасающий тебя щит. Он твоей славы меч. Пред тобой заискивать станут враги, а ты спиной их будешь топтать. И где же эта назидательность? А ее нету. Вот перед лицом смерти Моисей говорит главное. Бог любит этот народ. Я люблю этот народ. Я один из него. Я счастлив быть среди этого народа. Я счастлив, что я частица этого народа. И даже после моей смерти я желаю ему всего самого-самого замечательного. Пусть это будет так всегда. Даже как будто противореча сам себе тем словам, которые мы читали раньше. Но это уже его желание. Вот когда он сказал все от Бога, он нашел минутку, чтобы сказать нечто от себя. То, что он говорит от себя, это самое яркое, самое главное. Пожалуй, это самые поэтичные и строгие всего пяти книжек. Хотя есть еще парочка песней. Там после Исхода в книге Исход описано. И, конечно же, предыдущая 32 глава, там песня. Она такая обличающая, она такая строгая, суровая. То же самое, что он говорил о проклятиях, но в поэтической форме. А вот здесь такая чистая поэзия. Здесь такой гимн жизни Израиля накануне смерти Моисея. Сама смерть 34 глава. КОНЕЦ